Новокаин – местноанестезирующее средство, обладает анальгизирующей и противошоковой активностью, гипотензивным и антиаритмическим действием. Эффективен при внутримышечном введении у пожилых пациентов на ранних стадиях заболеваний, связанных с функциональными нарушениями центральной нервной системы, гипертоническая болезнь, спазм коронарных сосудов и сосудов мозга и другие. Показания. Инфильтрационная, проводниковая, эпидуральная и спинномозговая анестезия, вагосимпатическая и паранефральная блокада, болевой синдром при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, геморрой, тошнота. Способ применения и дозы. При внутримышечном введении 5-10 мл 1-2% раствора 3 раза в неделю в течение месяца, после чего делают 10-дневный перерыв. Для инфильтрационной анестезии применяют 0,25-0,5% растворы. Для проводниковой и перидуральной 2% растворы. Применяют внутрь, по половине чайной ложки, при болях. Противопоказания. Гиперчувствительность. В том числе к пароаминобензойной кислоте и другим местным анестетикам эфирам. Детский возраст до 18 лет. Применение при беременности и кормлении грудью. В периоды беременности и кормления грудью препарат следует применять, когда польза для матери превышает риск для плода или ребенка. Особые указания. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Пациентам требуется контроль функции сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и центральной нервной системы. Необходимо отменять ингипитеры моноаминоксидазы за 10 дней до ведения местного анестетика. Побочные действия. Со стороны центральной и периферической нервной системы. Головная боль. Головокружение. Сонливость. Слабость. Двигательное беспокойство. Потеря сознания. Судороги. Тризм. Тремор. Зрительные и слуховые нарушения. Нистагм. Синдром конского хвоста. Паралич ног. Парастезии. Паралич дыхательных мышц. Нарушение сенсорной и моторной проводимости. Со стороны сердечно-сосудистой системы. Повышение или снижение артериального давления. Периферическая вазодилатация. Коллапс. Брадикардия. Аритмии. Боль в грудной клетке. Со стороны мочевыделительной системы. Непроизвольное мочеиспускание. Со стороны пищеварительной системы. Тошнота. Рвота. Непроизвольная дефекация. Аллергические реакции. Зуд кожи. Кожная сыпь. Другие анафилактические реакции. В том числе анафилактический шок. Крапивница. На коже и слизистых оболочках. Головокружение. Слабость. Снижение артериального давления. В этих случаях следует прекратить применение препарата. И обратиться к врачу. Местные реакции. В первые дни применения препарата. Возможны позывы к дефекации. И чувство дискомфорта. Которые в дальнейшем проходят самостоятельно. И не требуют отмены препарата. Условия хранения и срок годности. Хранить в сухом. Защищенном от света месте. Недоступным для детей. При комнатной температуре. Срок годности 3 года.